Приветствую вас, друзья! С вами я, Шевченко Александр и канал Академии Счастья. Продолжаем видео о улучшении качества жизни. Сегодня поговорим о том, как увеличивать вибрации человека. На самом деле, каждый из нас вибрирует на определенной частоте. И этот уровень вибрации зависит от того, в каком состоянии мы находимся. То есть состояние это, по сути, энергетическое проявление. Или можно это описать как уровнем на шкале эмоциональных тонов. То есть, например, кто-то может вибрировать на уровне апатии, кто-то на уровне страха, кто-то на уровне злости. Или, например, невыраженного негодования. Может быть, это скрытая враждебность или какая-то другая эмоция. Кто-то вибрирует на частоте счастья, энтузиазма, радости, гармонии. То есть вот у каждого, по сути, есть своя вибрация. Это не только телесная вибрация, но и вибрация души, конечно же. Поэтому мы и можем различать людей на уровне вибрации и соединяться с теми людьми, которые соответствуют нам по вибрациям. То есть вибрационный уровень – это, по сути, то состояние, в котором мы находимся. И это состояние мы несем в окружающую среду. То есть, соответственно, когда мы несем это состояние, то мы таким образом взаимодействуем со Вселенной, с другими людьми. И притягиваем тех людей, которые соответствуют нашим вибрациям. Поэтому, когда мы говорим, что в нашу жизнь что-то пришло, ну, скажем так, не очень хорошее, значит, каким-то образом мы провзаимодействовали с ним и притянули это. Поэтому наша цель – это понять, как мы это сделали, то есть почему это произошло, и, соответственно, поменять наш уровень вибраций, то есть повысить их, чтобы мы могли притягивать в нашу жизнь тех людей, те обстоятельства, те вещи, которые помогают и способствуют нашему выживанию. И вот, по сути, та практика процессинга, которой я занимаюсь, она помогает переосознать это, то есть повысить уровень вибраций. И это постепенный процесс, да, то есть, конечно же, бывает хочется, чтобы это произошло вот так мгновенно, как скачок, да, такое тоже бывает, но в основном это процесс постепенный. То есть мы разбираемся в одной вещи, в другой, в третьей, и таким образом повышаем свой уровень вибраций. То есть мы смотрим, что, например, у нас в жизни вносит там ощущение страха, да, какие вещи, и дальше прорабатываем, то есть справляемся с ними, и таким образом уходит негативный заряд. То есть проработка застигается за счет того, что мы смотрим, как это образовалось, то есть что мы сделали, кто на нас повлиял. И вот мы возвращаемся в эти случаи и убираем оттуда негативный заряд, то есть убираем то, что повлияло на нас негативным образом. То есть это как раз и есть вот эти вот эмоции, боль, страх, обида, слость, какие-то невыраженные негодования, скрытая враждебность, то есть то, что, ну скажем так, разрушает нашу ауру, нашу психику, наши вибрации. И вот в этом состоянии, когда мы это проработали, соответственно, мы чувствуем, что к нам возвращается жизненная энергия, и мы начинаем вибрировать, относиться к жизни иначе, по-другому. То есть мы начинаем создавать что-то вместо того, чтобы разрушать. То есть разрушительное действие, оно за счет чего происходит? Мы накапливаем вот этот негативный заряд и подпитываемся им. Соответственно, наше внимание не свободно, и мы начинаем действовать неосознанно разрушительно. Плюс внедряются в наше сознание различные вирусы. То есть это имеется в виду не просто физические вирусы, как принято считать, а это психовирусы, да, то есть вирусы, которые переходят от нас от других существ, то есть в сущности, да. И вот это все накапливается в человека и разрушает его ауру, психику, его вибрации. И он начинает уже вибрировать неосознанно. То есть появляется такое ощущение боли, страха. То есть, ну и, соответственно, приходят болезни. То есть все это так или иначе связано, конечно, с подавлением, о котором я рассказывал в прошлом видео. Почему? Потому что подавление приносит человеку вот эти негативные эмоции. То есть чем больше его подавляют, тем, соответственно, в худшем состоянии он находится. И поэтому цель, опять же, это возрождение, восстановление. То есть восстановление человека как от духовного существа. И по сути вот этой реабилитацией я и занимаюсь. То есть реабилитация это когда мы возвращаем человеку его осознанность, его ощущения, его чувства. То есть повышаем его вот этот энергоинформационный потенциал. И он повышается за счет того, что вот внимание человека, например, застряло в случае, там, где он получил какую-то травму. Соответственно, когда мы этот случай проходим, то есть мы возвращаемся туда и, по сути, перепроживаем его. То есть создается точное воспроизведение, точная копия. И тогда это исчезает, и человек начинает жить осознанной, здоровой, счастливой жизнью. То есть его жизнь начинает выпрямляться. То есть она становится ровной. То есть вот эти вот спады и подъемы, которые часто приводят, присутствуют у человека из-за подавления, они уходят. И, соответственно, состояние человека выправляется, он начинает осознанно взаимодействовать с другими людьми, с собой и помогать самому себе восстанавливать свое состояние. И другим людям улучшать состояние, то есть двигаться по пути к осознанности. Вот в этом и есть путь духовного роста, путь, скажем так, достижений, которые я даю возможность людям познать с помощью проекта Академии счастья. То есть этот проект направлен на то, чтобы вот каждый из нас мог понять себя, понять другого человека и взаимодействовать со Вселенной таким образом, чтобы мы это делали корректно. То есть корректно это когда мы чувствуем, как правильно и таким образом поступаем. Но вот это чувствование, оно приходит тогда, когда наше состояние спокойное, расслабленное, когда мы никуда не спешим, когда мы действуем осознанно, легко и действуем во благо для себя и для других. То есть мы убрали вот этот негативный заряд, который приводит к понижению уровня осознанности и, соответственно, действуем во благо для себя и для других. Давайте сделаем небольшую практику, посмотрим, как можно убирать негативный заряд прямо самостоятельно, либо с помощью напарника вашего, другого человека. Сядьте или лягте в удобном для вас месте, чтобы никто не отвлекал вас. Создайте пространство для сессии, закройте глаза и ощутите себя в этом пространстве, ваше тело в этом пространстве. Наполните это пространство в любови, посмотрите, какой уровень сейчас у вас вибрационный, эмоциональный, да, то есть в каком состоянии вы находитесь. Посмотрите также, что есть в этом такого, да, что приводит к этому состоянию. Если, например, вы определили себя как состояние страха, посмотрите, какие случаи приводят в это состояние страха, то есть что мешает вам быть осознанным, здоровым, счастливым, в хорошем состоянии. И когда вот вы прочувствовали это, да, то есть что приводит вас к страху, найдите эти случаи, перепроживите их, начиная от более позднего, то есть к более раннему. То есть проходите через каждый случай по нескольку раз. То есть перепроживание это когда вы возвращаетесь и вновь проходите через этот случай несколько раз для восстановления вашего энергетического потенциала. То есть возвращаете себе вот это состояние спокойствия, гармонии, радости по отношению к этому случаю. Вот так прошли один, второй, третий раз, двинулись глубже в более ранний подобный случай. Прошли его, так двигайтесь до самого, скажем, первого случая, где вы почувствовали вот данное ощущение страха. Вот когда вы его перепроживете несколько раз, то наступит облегчение. То есть вы почувствуете, что это состояние страха ушло от вас и вы почувствуете вновь спокойствие. Если что-то не уходит, да, то возможно есть еще более ранний подобный случай. Вот таким образом наша цель докопаться до истоков, то есть до первопричин. То есть до первопричины таким образом исцелить свое состояние. То есть это как раз возможно для каждого человека. Если что-то не получается самостоятельно, то можно такую практику провести с напарником, попросить другого провести вас через эти случаи. Либо обратиться ко мне и мы сделаем консультацию. Я расскажу подробнее методики. И сделаем сессию, где я смогу вам помочь пройти через эти состояния и справиться с ними. То есть повысить уровень вибраций, убрать страх, боль, негативные эмоции. То есть вот суть процессинга это перепроживание и постепенный процесс возвращения человека в осознанности. То есть осознанность это способность быть собой, способность быть причиной, осознавать то, что происходит и принимать правильные решения и действовать. Вот в этом и суть процессинга счастья, который поднимает уровень вибраций человека и соответственно помогает ему быть счастливым и здоровым. Вот такая вот практика. Ее можно делать самостоятельно, либо с напарником. И самое главное, повторяйте эту практику на ежедневной основе. Это очень важно. Потому что на ежедневной основе вы сможете достигнуть гораздо большего. То есть это поможет вам в увеличении осознанности, в счастье, в гармонии, в радости. Если остались какие-то вопросы, то напишите их в комментариях. Или мне мои контакты указаны все под этим видео. Если видео вам понравилось, то поставьте отметку «Нравится», подпишитесь на мой канал и включите колокольчик, как напоминание о новых видео. Они выходят на моем канале ежедневно. Если вам необходима консультация, сессия, то также пишите мне в личные сообщения и мы проведем ее в удобное для вас время. Также в описании моей книги это «Мир и вечного познания и полное исцеление». Вы можете их прочитать по ссылкам в описании и написать ваши комментарии. Буду рад этому. Также я предоставляю помимо процессинга обучение, курс преодоления подъемов и спадов в жизни, курс достоинства целостности личности, также обучение процессингу, то есть кто хочет обучиться, пожалуйста, обращайтесь. Я с радостью помогу вам обучиться этой методике. Вот сейчас на экране у вас появится еще парочка видео. Посмотрите их. Это о том, как изменить вашу судьбу. Практика применения процессинга счастья. Они помогут вам лучше понять эту методику и применять ее в своей жизни, на постоянной основе. Также мой сайт и подписка на мой канал. Подписывайтесь, заходите на сайт и получайте информацию о Академии Счастья и методиках исцеления вашего состояния. Вот на этом, друзья, будем заканчивать. Меня зовут Шевченко Александр. Это канал Академии Счастья. Увидимся с вами завтра. До скорой встречи и всего самого наилучшего. До скорой встречи и субтитров. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...